Вход, мы быстрее туда, три человека. Наблюдать за тем, как сметливы выводят из ремонтного дока, нам разрешили с буксира. Прямо сейчас идет подготовка к буксировке. Корабль будут перемещать с северной стороны к одному из причалов возле минной стенки. Сметливы транспортируют со скоростью до четырех узлов. Это максимально безопасно. Во время доковых операций важную роль играет и погода. Если небо ясное и нет шторма, все должно получиться. Сметливы выводят из дока тремя буксирами. Тянет корабль буксир кормовой. А тот, на котором находимся мы, управляет движением при необходимости, тормозит. А третий буксир на подстраховке. В доке сметливы пробыл около месяца. Конвертацию провели работники 13-го судоремонтного завода. Заварили донную арматуру, почистили и покрасили корпус, сняли винты. Это важный этап подготовки к превращению в корабль-музей. Впереди работы еще много, а пока «Сторожевик» приближается к берегу. И вот сметливы прибывает к 83-му причалу. Его разместили рядом с судном-госпиталем «Енисей». Доковая операция длилась около двух часов и прошла успешно. Сметливы заложили в 1966-м на судостроительном заводе в Николаеве. Спустя три года он вступил в строй и вошел в состав Черноморского флота. Большой противолодочный корабль проекта 61 был переклассифицирован в «Сторожевик». За характерный звук двигателей и за особенной конструкции газоводов такие корабли прозвали «поющими фрегатами». Сметливы в их составе оставался последним. Ему доверяли самые ответственные операции – наблюдать за натовскими кораблями и учениями Альянса, нести боевую службу в Средиземном море. В строю он пробыл полвека, попал в Книгу рекордов вооруженных сил. А в качестве музея вскоре обретет новую жизнь. В ближайшее время Сметливы перейдет в ведение парка «Патриот». Маршруты экскурсий и экспонаты уже готовят. Это и макеты отдельные, наверное, торпедных аппаратов, и это сами торпеды, это отдельные корабли, я имею в виду корабли не в целом корабли, а макеты кораблей. То есть у нас достаточно кропотливая работа идет, в том числе с военно-морским музеем, в том числе мы сейчас очень активно работаем с музеем Мирового океана. Сейчас в Севастополе нет ни одного корабля-музея. По словам Александра Сдановича, Сметливы должен не просто стать первым, а и положить начало славной традиции их создания. Анастасия Синица, Михаил Волобуев. Новости Севастополя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова